В весенней волне отставок губернаторов по всей стране Александр Карлин покинул пост в числе последних. После 13 лет правления зал прощался с экс-главой Стоя. Кандидатура рекомендована президентом Виктор Томенко, который сразу заверил общественности в мирном продолжении курса, взятого предыдущей властью. Никаких революций не предполагается. В первое время исполняющий обязанности не раз гулял по Барнаулу в куртке и джинсах, после по объектам промышленности. Громкими начинаниями его стали контракты с инвестициями. Алтайский броллер, Рубцовский молочный завод. Позже перемены коснулись и правительства. Министерство управления стало больше, некоторых руководителей сменили. Видим четкую попытку создать команду, эффективную команду, чтобы она работала успешно. И, конечно, нас, оппозицию, это радует. Так Ирину Долгову, о возможной отставке которой впервые заговорили после скандала с перинатальным центром ДАР, на посту министра здравоохранения сменил красноярец Дмитрий Попов. А предложение закрыть 11 домов престарелых в крае стало последним для Михаила Дайбова на посту главы Минтруда и соцзащиты. Также новыми стали руководители Министерства образования, эконом развития, энергетики, управления пищевой промышленности. Только официальная позиция на самом деле имеет значение. Разговоры о том, что кто-то понижен в статусе, кто-то потерял какое-то свое влияние, кто-то подтвердил свой статус, они некорректны. От своих подчиненных губернатор требует ответственности и исполнительности. Поэтому эксперты возлагают надежды на появление в крае нового поколения чиновников. Сам же глава пока не спешит появляться на каждом краевом мероприятии. Подход к жителям он нашел другой. Не так давно появился первый аккаунт губернатора в соцсетях. И есть мнение, что ведет его лично Виктор Томенко. Жалобы и вопросы люди пишут прямо в комментариях. Станут ли от этого проблемы решаться быстрее, пока непонятно. Анастасия Дороган. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова